Приветствую вас, я предлагаю вам начать разбор вашего вопроса, такого довольно краткого вопроса, с идеей воспитания. То есть, вы говорите, что в силу воспитания отгоняете от себя мысли о человеке, который вам очень сильно нравится. При этом, бредом, вы в гражданском браке с мужчиной, и здесь возникает на самом деле противоречие. То есть, вы, получается, не можете позволить себе быть с тем, кто вам нравится. Но, при этом, можете позволить себе быть в гражданском браке с мужчиной. Согласитесь, есть в этом что-то странное немного. То есть, вам, воспитание вам позволяет, грубо говоря, находиться с мужчиной в гражданском браке, но не позволяет быть с тем мужчиной, который вам нравится, например. И вот, собственно, на мой взгляд, это первое противоречие, которое нужно разобрать, потому что иначе, иначе у вас нет какой-то такой единой стратегии контекстной, контекстной. Единого вектора поведения нет. Это первое. А что касается, значит, второго, да, второе. Вы говорите, что в силу своего воспитания я обгоняю мысли о человеке, который мне нравится. Простите, а важное воспитание, оно на что ориентировано? Вот, в первую очередь, оно на что ориентировано? Или на кого? Разве не ориентировано ваше воспитание на то, чтобы у вас, например, всё было хорошо, чтобы вы были счастливы? Что это за воспитание такое, которое не позволяет вам быть счастливой? Не позволяет вам иметь полноценную семью, поскольку вы в гражданском браке, это неполноценная семья. Ну, неполноценные отношения, неполноценный брак. Кроме того, можно говорить о том, что вы и не в браке вовсе. То есть вы не должны друг другу ничего, потому что вы в гражданском браке. Гражданский брак означает, что мужчина, ваш муж, но он, по сути, не муж. И он не должен вам ничего, на самом деле. Такая только. То есть это своего рода элисия, что вы находитесь в браке. И получается так, что ваше воспитание запрещает вам быть счастливой. Получается. Нужно ли вам такое воспитание? Нужны ли вам, ну, вот, такие установки? Нужны ли вам такие, грубо говоря, ценности, такие модели поведения, такие ориентиры? Нужны ли они вам? Да. Вот в чем, на мой взгляд, является основной вопрос. То есть, поймите правильно, да? Что-то есть то, что я хочу сказать. Воспитание обычно преследует цель пользы для человека. Когда воспитание приводит к тому, что человек несчастлив, то есть, когда он, вот, не может сделать выбор, когда он, вот, как вот вы, не можете быть с тем, кто вам дорог, с тем, кто вам нравится, с тем, кто вам симпатичен. Вот, когда вы не можете проявить это. Такое воспитание только вредит. И от его элементов нужно избавляться. Освобождаться. И я думаю, что только через подобное отношение можно решить для себя. Знаете, может быть, этот человек не является вашей судьбой. Может быть, этот человек не является вашей любовью. Может быть. Мы этого не знаем. Потому что, потому что, мы не знаем этого человека. Мы не знаем, кто он, мы не знаем, что он, вот. Но, сейчас, пока что, на данный момент, вы не свободны в своём выборе. В своём выборе вы не свободны. И вот, чтобы быть свободны именно в своём выборе, в своих решениях. Понимаете? И нужно, как раз таки, избавляться от всех вещей, которые вам мешают. И это те самые вещи, которые составляют ваше воспитание. То есть, сценарии. Ну. То есть, подумайте, вот, что будет с вами. Если вы, ну, например, решите пойти против тех вот норм, да, которые для вас сейчас очень важны. Вот. Что произойдёт? Что случится? Что вы будете чувствовать? И... Будете ли вы что-то чувствовать? Понимаете? Вот, на мой взгляд. На мой взгляд. Это очень важно. На самом деле. Потому что только через, эээ, такой подход, вы, 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 вы сможете избавиться от того, что вас беспокоит. Вот. Естественно, это работа, естественно, ваше воспитание нужно разбирать. Естественно, вас, эээ, нужно делать более, эээ, свободных от, эээ, тех, эээ, установок, которые сейчас, эээ, вами руководят. И, с другой стороны, нужно очень хорошо понимать, эээ, что вам даёт та ситуация, в которой вы оказались, на данный момент. Что она вам даёт, эта ситуация? Что вы от неё получаете. Вот. Эээ, значит, вы пишите, как разобраться в себе. Что только через работу с психологом, только через психотерапию. А, я думаю, что, эээ, здесь, эээ, взрослая регрессия, эээ, и работа, эээ, значит, с собственными, эээ, желаниями, с эээ, детским эго состоянием, вам как раз таки, ээээ, рекомендовано. А, вот. А, далее вы спрашиваете, сомневаюсь, эээ, в чём сомневаетесь? Боюсь. Чего боитесь? А, вдруг он моя любовь и судьба? Ээээ, нет, знаете, эээ, это не работает так. А, если человек ваш, да, то это хорошо, что он ваш. Но вам нужно сначала уйти от своего гражданского мужа. А, вам нужно, эээ, побыть одной, эээ, чтобы, чтобы привести, эээ, свои мысли, эээ, в порядок. Вот. И, вам нужно, вам нужно, ну, я, я скажу так, определить это своим собственным вектором. То есть, вот есть, эээ, например, есть, например, факт, да? Гражданский брак. Почему гражданский? Почему не полноценный? То есть, эээ, тут что? Тут самооценка. Ваша. Тут, тут ваша самооценка. На самом деле. То есть, ээээ, вы оцениваете себя настолько, что согласны на гражданский брак. Вот. Знаете? Как, как, какая история. То есть, в период, когда вы уйдёте от гражданского мужа, а вам нужно от него уходить, потому что у вас случилось по-любому, если к нему нет. Иначе счастливой с ним вы не будете. Вот. Кстати, для того, чтобы уйти от мужа тоже нужны ресурсы. Что-то я не говорю вам. Чтобы, эээ, вот, прямо сейчас брать и уходить. Хотя тоже нужно созреть. Зато тоже нужно освободиться. В известной степени. Эээ, необязательно уходить. Эээ, прямо сейчас. Нужно знать, что вы можете уйти, чтобы вы не боялись уйти, чтобы вы знали, как это будет, что это будет. И когда вы будете готовы, то вы ушли. И тогда у вас всё будет, всё будет нормально. Если вы сейчас уйдёте, уйдёте от мужчины к, ну, от гражданского мужа к другому мужчине, да? Что, что это будет? Ничего. Просто, мужчина другой, он будет лучше, ну, вот, на фоне, собственно, вашего мужа. Да, на фоне мужа будет лучше. А, помимо этого, как? Помимо этого, он ещё какую-то ценность представляет? Неизвестно. Вы, опять же, считаете себя, эээ, вот, достойной того, что, чтобы у вас, чтобы у вас был мужчина, да? Эээ, которого вы, грубо говоря, воспринимали бы, эээ, ну, только, эээ, вот, знаете, в такой, эээ, позиции, ээээ, сравнению. Мне кажется, эээ, нет, мне кажется, что вы достойны большего. А вы сами, как считаете, достойны большего вы? Знаете, какая история? Вот от этого нужно исходить. От этих моментов нужно исходить. И на это нужно ориентироваться. То есть, даже если мужчина, эээ, действительно ваша любовь, она никуда не денется. И мужчина никуда не денется, и мужчина никуда не уйдёт, на самом, на самом деле. Вот. Но вам нужно самой быть готовой к тому, чтобы в эти отношения войти адекватно. Понимаете? Снова мужчины. Чтобы не повторилась, эээ, вот, та же ситуация, что и с гражданским мужем. Да, там будет, там будет, эээ, чувство, чувство вины у вас будет. Там будет у вас, эээ, страх возможный перед уходом, да. Это всё так. Это всё так. Но от чувства вины и от страха можно избавиться. С помощью психолога. Опять-таки. Вот. То есть, я рекомендую здесь сейчас, эээ, выбирать себе эксперта. Эээ, хотя бы на нашем ресурсе, либо, очень, очень на консультирование рассматривать, если, ну, если, эээ, есть желание. Вот. И, соответственно, начинать работать. Вот. Ещё не уходя от своего мужа. Просто, чтобы вы стали, эээ, свободны вначале, от своего воспитания. Просто, чтобы вы для начала определились, определили, эээ, чего я достойно-то вообще, вообще. Чего я хочу-то вообще. Что мне нужно-то вообще, вообще. Вот. Вот. Чем я интересуюсь, чего я достойно. Вот. Вот эти моменты, ну, нужно вам, эээ, выявить. Для себя. Вот так вот и разбираться нужно. То есть, понятно, я надеюсь. Эээ, сперва, элементы вашего воспитания, это прям, необходимо, да? То есть, на что воспитание ориентировано, эээ, какие у воспитания основные постулаты, эээ, на что они, эээ, на что они направлены, нацелены, эээ, что ставится, грубо говоря, во главу угла. Вот. Эээ, это вот так. И дальше уже можно говорить о личностном росте ваших. Вот. То есть, это такое уже идёт, как бы, эээ, поступательное движение, движение. Именно, поступательное движение в, эээ, в направлении эээ, вашего развития. Чтобы вы, эээ, чувствовали, знали, понимали, что вы движетесь, эээ, ну вот, туда, эээ, где вам будет хорошо. Другое дело, что, одна вы, ну вот, скорее всего, одна вы не сможете, ээээ, реализовать это. Вот. Одна. Но, тем не менее, для этого есть, ээээ, психологи, чтобы вам помочь. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи! Удачи! Рлом台 Smithsonian